Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заявил о новой конституции. В этот раз опять про сокращение президентских полномочий. Лукашенко так и сказал, незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. В то же время глава российского МИДа Сергей Лавров, который постоянно о новой конституции белорусам напоминал, вчера встретился с Лукашенко в Минске. В то же время, кажется, уже избранный президент США Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую на свою инаугурацию. Пере пяти переговоров обсудим с бывшим послом Белоруссии в Словакии Игорем Лещеней. Игорь, добрый день. Слышно ли нашу студию? Добрый день. Я прекрасно вас слышу. Надеюсь, вы меня тоже. И видим прекрасно. Да. Верите ли вы в заявление Лукашенко о новой конституции? Ведь он то поддерживает эту идею, то нет. То говорит о сокращении полномочий президентского срока и полномочий президента, точнее. То предлагает вообще другие конфигурации. Вот верите ли вы его словам? Ну, здесь вы упомянули визит Сергея Владимировича Лаврова. Самое интересное то, что нет такого белорусского чиновника, включая господина Лукашенко, который бы произносил словосочетание «референдум по конституции в Беларуси» чаще, чем Сергей Владимирович Лавров. Викторович, да. Сергей Викторович, извините. Что значит «уволили СМИД», а так бы не забыл. И ведь Лукашенко слово «референдум» произнес один раз в августе. Как только ситуация изменилась, ему показалось, что она успокоилась. Пошла речь. Сначала было просто народное обсуждение. Потом мы вышли на Всебелорусское народное собрание, после которого будет непонятно что. То есть мы видим, что реально Александр Григорьевич Лукашенко действует в поле нынешней конституции. То есть он говорит, вроде как менять надо, но очень сильный президент. И, конечно, сейчас он подводит нас к тому, что царским распоряжением он может просто по своему усмотрению на время, как я понимаю, передавать часть полномочий парламенту и правительству. То есть покажите, насколько вы взрослые, а там посмотрим. То есть, конечно, внутренне, интуитивно, думая, что ситуация, что он как-то устаканилась, что он владеет ситуацией, он продвигается к тому, чтобы сказать, вы же меня сами попросили, что все хорошо, давайте будем жить как жили. А к российским словам и Путина, который говорил тоже о Конституции, об изменениях, и Лавров, который напоминает об этом. Как вам кажется, Лукашенко всерьез прислушивается или нет? Я думаю, он не очень присущится всерьез, хотя бы потому, что реально, и он это понимает, Конституционная реформа ситуацию не исправит. И очень грустно, что такую линию продолжает Россия. Потому что, вот я вчера читал, что сказал Лавров, Конституционная реформа не стабилизирует ситуацию в Белоруссии. И об этом свидетельствует падение количества тех, кто выступает за союз с Россией. Ситуацию может стабилизировать только решение тех вопросов, которые волнует народ. Это новые выборы, это расследование насилия, выпуск поезаключенных. И, кстати, у меня на сей счет есть компромисс. Лукашенко вполне мог бы предложить, но это должно быть итогом компромисса, референдум промежуточный, на который можно было бы вынести вопрос о досрочных выборах президента, и можно было бы вынести два вопроса о нынешней Конституции и Конституции 1994 года. А насколько реален вот этот референдум промежуточный, который вы предлагаете? Обсуждали ли вы его с кем-то? Вообще есть какой-то фидбэк по поводу вашего предложения? Я только что выложил, я ее обкатываю, пока реально она рассматривалась на одном дискуссионном клубе традиционной оппозиции, и они нашли ее интересной. Конечно, это может быть только результатом компромисса. И компромисса, основными гарантами которого может быть Россия, мы сами знаем почему, и может быть Европейский Союз, поскольку уже есть санкции, и поскольку именно западнее Бреста находятся, так сказать, зарубежные лидеры протеста. То есть проблема в чем? Что Лукашенко удалось вас в Москву вогнать в привычные вам рамки. Как только лидеры протеста оказались в Литве и в Польше, сработал ваш внутренний стереотип сложных отношений между Москвой и Евросоюзом, сработал стереотип великого княжества литовского, типа вот эти ваши польско-литовские штучки оставьте. Вот это плохо, что ему удалось вас, Россию, вогнать в ваши традиционные идеологические стереотипы, и вы в них сейчас нет хорошей жизни находите. Но тем не менее, Игорь, вот буквально на днях в нашем эфире про белорусскую оппозицию, если говорить, Павел Латушка, один из членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, говорил, что российские политики, дипломаты все-таки взаимодействуют с оппозицией. Что вы думаете об этом? С кем они могут взаимодействовать? Я предпочитаю верить Сергею Викторовичу Лаврову. Он это опровергает. Ну, вы же понимаете, что работа не только публичная происходит, и что много непубличных каких-то контактов и связей. Вы верите прям словам Лаврова? Знаете, здесь вопрос в том, что нынешняя ситуация, если она будет так вот продвигаться, это то, что озвучил Лукашенко тот же. Это предчувствие гражданской войны, это предчувствие конфронтации. Сейчас у нас идет период для власти и для оппозиции радикализации подходов и ощущение, что это ни к чему хорошему не приведет. А для оппозиции, я имею в виду, для протестного движения, это еще период осмысления новых методов противостояния, осмысления вообще, где они находятся. Многие стали наконец понимать, что игра в долгу, о чем еще два месяца назад говорил, и пытаться думать. Поэтому сама идея, диалога какая-то должна быть. И без России, а теперь уже и без Европейского Союза, раз там уж протестные лидеры находятся, этот вопрос не решить. Они могут быть гарантами, а Европейский Союз еще завязан на санкции, которые он с подачи оппозиции вводит. Поэтому реальный путь больной, но он может быть только такой. А остальное-то еще более болезненное, это путь в никуда. Конституционная реформа народ уже не отвлекла от того, что у него болит, и она, в отличие от того, что Сергей Викторович вчера сказал, она ситуацию не успокоит. А без нового президента США Байдена эта ситуация как-то может повернуться? Точнее, Байден может эту ситуацию повернуть? Вот вы говорили про роль России, Европарламента, а Байден все-таки новый президент, и мы слышали уже его заявление. Россия и Евросоюз. Ну, Байдена, конечно, есть фактор США. США, можно говорить про БСЕ. То есть, чем больше круг вовлеченных посредников, тем тяжелее и медленнее все движется. Это мы знаем из азбуки дипломатической.